Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня ты увидишь. Министр связи России и президент Татарстана на заседании Наблюдательного Совета КФУ. Вызов «Газпромнефти» для ученых Казанского университета. Есть ли жизнь после вуза? Ток-шоу в рамках конференции «Точка зрения». Министр связи России Николай Никифоров, президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и ректор КФУ Лешат Гафуров провели заседание Наблюдательного Совета Казанского федерального университета. Перед этим официальная делегация осмотрела выставку инженерного института КФУ с разработками ученых в области робототехники и 3D-моделирования. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 6 апреля в Инженерном институте Казанского федерального университета состоялось заседание Наблюдательного Совета КФУ. Участие в мероприятии принял министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Перед началом заседания гости осмотрели инфраструктурные объекты инженерного института КФУ. Участники заседания ознакомились с высокотехнологическими достижениями университета. Им были представлены разработки в области робототехники и 3D-моделирования, инжиринга медицинского оборудования, IT. В тачном принтере можно получать такие тонкие сетчатые структуры, потом вставлять их от человека. Также, как только на нашей машине получилось сделать точную форму памяти, потом сжимается палка, засунулся тело человека, под нагримом она выпрямляется и можно уже доставать. Осмотр начался с площадки испытательного полигона цифровых производственных технологий. Также были продемонстрированы роботы, которые выполняют различные задачи. Например, роботы распознающего образа, роботы, играющие в футбол и другие. Открыл очередное заседание наблюдательного совета университета его председатель Николай Никифоров. Сегодня мы смогли посмотреть очень впечатляющую выставку, реальные результаты исследований, разработок по самым передовым направлениям, которые идут и в рамках программы «Цифровая экономика» и много других направлений еще. Собравшись поприветствовал и президент Республики Татарстан. Он подчеркнул, что в развитии университета видны серьезные изменения. Мы видим серьезные изменения. И очень приятно, что новые компетенции Казанского федерального университета очень конкурентные, очень востребованные для нашей республики, в целом для нашей страны. Вот эти разработки очень нас впечатлили. Самое главное, это студенты, они уже будут как бы интегрированы во все эти процессы цифровой экономики. В ходе заседания была защищена дорожная карта Казанского федерального университета на 2018-2020 годы. Также одной из тем повестки стало открытие совместной автономной некоммерческой организации КФУ и РУСФОНДА, Казанский регистр потенциальных доноров костного мозга. А также были рассмотрены вопросы создания малых инновационных предприятий, исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности вуза и другие вопросы. Диана Ишилова, Льнар Доблетьяров, Универньюз. Газпром нефть привлекает ученых Казанского федерального университета к новому проекту, подробности которого вы узнаете в следующем сюжете. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ посетили представители публичного акционерного общества «Газпромнефть». Целью визита стало участие в третьем кругом столе, повестка дня которого включила в себя развитие несейсмических методов, над которыми данная компания уже ведет большую работу и привлекает новых партнеров. Они считают, что несейсмические методы являются очень актуальными на сегодняшний день, дешевыми, эффективными методами по сравнению с сейсморазведкой. Продемонстрировать свои знания в английском языке, а также в таких предметах, как литература, история и других, смогли студенты Казанского университета на интеллектуальной игре «Телемост». С кем же соревновались студенты КФУ, узнаешь в сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ состоялась интеллектуальная игра «Телемост». В нее сыграли студенты Казанского университета и Кыргызско-российского славянского университета имени Бориса Ельцина. Сотрудничество с этим университетом продолжается уже на протяжении трех лет. В декабре 2015 года мы открыли на базе факультета международных отношений КРСУ один из центров института Каюма-Насыри. То есть мы открыли этот центр для продвижения татарского языка и татарской культуры в Кыргызской республике, в Бишкеке. За время сотрудничества неоднократно проводились занятия, видеоконференции, лекции. А потом пришла идея включить в процесс общения студентов. Так была организована игра «Телемост», которая проходила на английском языке. Вопросы были из различных областей – на логику, на знание географии, истории, литературы. Студенты демонстрировали свое умение выражать мысли, аргументировать, рассуждать. Анна Глазунова, Дмитрий Варламов, Универньюз. 6 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялось ток-шоу. Мероприятие прошло в рамках 11-й студенческой конференции «Точка зрения». Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете с 4 по 6 апреля проходит 11-й ежегодная студенческая конференция «Точка зрения». Работа конференции проходит по нескольким направлениям, но элитмотивом стала тема студенческого актива. В рамках конференции 6 апреля на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось ток-шоу «Активное студенчество. Если жизнь после вуза». Если говорить о активной деятельности студенческой, то, наверное, мне кажется, уже стоит задуматься, Министерство образования нашей страны, о включении, может быть, даже на первом курсе сразу каких-то, может быть, факультативных занятий по тайм-менеджменту, именно для того, чтобы ребята, приходя из школы, когда мы понимаем, что там немного другая среда, они попадают в вузы, где много возможностей, много различных организаций, где можно себя развивать, как-то показать и не забывать еще про учебу. Студенческая жизнь – это не только учеба, но и большие возможности для активных студентов. Но встает вопрос, как все успеть. Именно поэтому лидеры студенческого самоуправления обсуждают возможность ввести в учебные планы новый предмет тайм-менеджмент. Напомним, что продлится студенческая конференция до 6 апреля. Влада Антонова, Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Учащиеся школ поучаствовали в конкурсе КФУ по переводу. Их заданием было перевести отрывок произведения с татарского языка на английский. Подробнее в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета прошел конкурс юного переводчика имени Шарафа Мудариса среди учащихся старших классов. Их оценили по следующим критериям. Знание языков, теоретических основ перевода и творчество автора выбранного произведения. Артем Тыпичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Отечественные сотрудники Фонда перспективных исследований выяснили, когда искусственный интеллект будет способен заменить человека. О том, насколько с ним согласны сотрудники Казанского федерального университета, смотри в сюжете Дарьяны Храбрецовой. Каждый год появляются исследования, демонстрирующие стремительное развитие искусственного интеллекта. А ведь это представляет возможную угрозу для миллионов людей, связанную с потерей рабочих мест. Согласно заявлению отечественных ученых из Фонда перспективных исследований, процесс роботизации может произойти гораздо раньше, чем принято полагать в обществе, в ближайшие 10-15 лет. Речь идет не о строго механизированных областях, в которых роботы уже задействованы, например, в машиностроении, а о возможной замене человека в сфере обработки данных, где робот будет использовать свои естественные способности, которые сформировались в процессе эволюции. Тем временем сотрудники лаборатории машинного понимания КФУ сомневаются в быстроте процесса роботизации. Если рассматривать срок 10-15 лет, то, скорее всего, я не согласен с этим утверждением, так как здесь, скорее, не технические вопросы возникают, а юридического характера вопроса. То есть, если заменять какую-то профессию, то кто будет нести ответственность за искусственный интеллект? Например, если мы берем автономные машины, если сейчас, скажем, в Калифорнии и в Аризоне, что эти в США автономные машины выезжают на дороге, то само движение автомобиля уже решено практически полностью. То есть, они спокойно полностью едут по всем этим выделенным линиям, соблюдают все условия и все прочее. То, например, в случае неожиданных ситуаций, форс-мажорных ситуаций, например, авария на дороге, там непонятно, кто несет ответственность. Помимо юридических вопросов, возникают и проблемы психологической подготовленности людей к роботизации. Если в сфере машиностроения роботы законодательно отрегулированы, то роботы на улицах могут появиться, по мнению сотрудников КФУ, только через 40-50 лет, как в России, так и в Европе. Там такая же ситуация. То есть, везде законодательная база, она очень не готова к таким решениям, выпусканию искусственного интеллекта на дороге. Вопрос о том, когда же процесс роботизации начнет масштабно заменять человечество, так и остается открытым. Нам же остается только наблюдать за этим процессом. Дарьяна Храбрецова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова